Детский творчество Также подведут итоги фестивальной недели и продемонстрируют результаты творческих мастер-классов, подделки и видеорепортажи. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. В день проведения футбольного матча между Крыльями Советов и Ростовом к стадиону подадут дополнительный транспорт. Начало игры в субботу в 15 часов. Для удобства зрителей по окончании матча дополнительные трамваи номер 11, 12 и 25 будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара-арена». Также к остановке общественного транспорта улица Алматинская будут поданы дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, 34, 41, следующие в направлении проспекты Кирова. На остановке улица Дальняя пассажиров будут ожидать дополнительные автобусы маршрутов номер 1, 67, следующие до мехзавода, управленческого «Красная глинка» и микрорайона «Крутые ключи». Об этом пишет телеграм-канал Департамента транспорта «Самары». На базе Кировского комбината школьного питания состоялось рабочее заседание представителей общественной палаты Самарской области общественного совета по вопросам образования городского округа «Самара», регионального управления Роспотребнадзора и работников Департамента образования по обсуждению вопросов организации питания детей в школах и детских садах. Комбинат предоставляет питание 76 муниципальным образовательным учреждениям Кировского советского железнодорожного районов. Это 44 школы и 31 детский сад. На выездном мероприятии участники ознакомились с производством и осмотрели условия хранения продовольственных товаров и сырья, информирует Департамент образования Самары. В Куйбышевском районе прошел очередной обучающий семинар в рамках работы регионального центра поддержки председателей МКД ТСЖ ТСН ЖСК «Мой дом», инициированный губернатором. В тренинге приняли участие заместители главы Куйбышевского района по вопросам ЖКХ Ирина Сазонтьева, а также депутаты Кубернской думы. Основные ключевые темы семинара – разъяснение прав граждан на тишину и покой жильцов многоквартирных домов, знакомство с системой ГИС ЖКХ. В рамках регионального центра «Мой дом» работает телефон горячей линии 8-800-55-55-263, по которому вы можете не только получить консультацию, но и записаться на обучающий информационно-правовой семинар и оставить обращение, пишет телеграм-канал Куйбышевского района. 11 ноября в России отмечают День экономиста. В 2015 году праздник стал официальным. Дата празднования связана с историей экономического развития страны. В этот день, в 1765 году, было основано Императорское вольное экономическое общество. Эта организация стремилась к просвещению и выработке принципов экономического развития государства. Осуществлялись и практические действия на пути достижения цели – развития и роста экономики России. Недаром символом общества стал герб с изображением пчел, летящих в улей и несущих мед, а девизом – слово «полезное», пишет телеграм-канал администрации железнодорожного района Самары. Субтитры создавал DimaTorzok